Одновременно в советской фотографии все старые мастера, ну то есть можно назвать десятки имен, это и Лапин, и Семин, и Щеколдин, и Рыбчинский, немножко, как сказать, относились критически к строю, и это были такие немножко диссидентские фотографии. Россия открылась, но западные фотографии, которые приезжали сюда снимать, они исповедовали такой же скиль. То есть стабильная какая-то бабушка, которая нет денег, пришла в магазин, либо там продуктов нет, она плачет, либо продукты есть, но в ней нет денег, но она тоже плачет. Но в то же время припела какая-то жизнь, там, рожались дети. И я решил посмотреть, ну не критическими глазами, а нормальными, просто можно сделать нормальные фотографии России. Это Красная площадь. То есть я просто начал снимать в Москве, ну, какие-то, не знаю, там, собрания мотоциклистов. Просто обычную жизнь. Влюбленных в парке Горького. Появилась реклама. Метро. Продавец газет уличный. Люди пьют пиво на улице. Люди идут с работы домой, появилась реклама, то есть это 1995 год, то есть до этого рекламы не было. Ну видно, что первыми пришли сигареты. Ну появился какой-то маленький бизнес. То есть это бизнесмен. То есть Эда тоже собирает бутылки. Тоже бизнес. И какие-то киоски открылись от ветеран там в растерянщине, как сказать, у него не может нет денег. Ну тоже какая-то ярмарка, мясокабинат. Ну там автобусная остановка в Тверской улице. Это уже появилась Кока-Кола, там по-русски написано. И еще можно встретить героев там Советского Союза, ну или Турда, которые ведут Тверской улице. Это Генцверская улица, который находится в Тверской улице. Это Московская улица, который находится в Тверской улице. И вы уже видите, что Кока-Кола ад появился. Это написано в русском. Но в то же время вы видите, что люди с медальюю о героев, или героев Советский Союз, которые находятся в Тверской улице.